Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Я уже разговаривала, снимала видео о очередности посева различных сортов томатов. Потому что томаты это, конечно, самая популярная у нас культура на наших участках. Помидоры любят все. Все знают, что они не только вкусные, но и полезные. Но в последнее время перец стал значительно вытеснять томаты и отвоевывать себе место на наших участках. И если 50 лет назад в каких-то отдаленных селах и маленьких городках о нем даже не слышали, никто не пробовал его выращивать, все были убеждены, что он настолько теплолюбивый и настолько это южное растение, что вот у нас в Сибири, например, не стоит рисковать его выращивать, то сейчас этот перец у нас на каждом участке и в каждом огороде. Мы научились, наши садоводы, любители и сибирские, и уральские, и средняя полоса России, все научились выращивать перец. Но единственная проблема, что не у всех он достигает биологической зрелости, то есть некоторые люди, у которых нет теплиц, так и не видят, какой он все-таки у них желтый, красный или оранжевый. И большинство перцев перерабатывается и съедается в фазе технической зрелости, то есть в зеленом виде. Но каждому ведь хочется, все знают, что спелый перец и вот в зеленом виде когда, это две больших разницы, спелый перец это аромат, это вот его сладость, вот эта сочность, и неповторимость вкуса именно достигается при полном созревании, вот до биологической спелости. И все хотят узнать секреты получения перца, выращивания именно, чтобы он вызрел у них до конца и чтобы употреблять красные, желтые, зеленые, ой, желтые и оранжевые, а не зеленые стручки. От чего же зависит вот это вот созревание или несозревание перца на наших участках? Я уже говорила про томаты и то же самое относится к нашим перцам, что одной из слагаемой успеха выращивания, это является очередность посевов. Конечно сроки посевов тоже играют большую роль, ясно, что от того, когда вы посеете, в какие сроки, зависит. Но нужно еще соблюдать и очередность, потому что если мы не соблюдаем очередность посевов, то рассада обычно бывает более низкого качества, чем такая, которую мы по очереди. То же самое, что про томаты, я могу вам сказать и про перцы, что очередность и срок посева это две разные вещи. Срок посева это дата, когда мы должны сеять именно в нашем регионе, и в каждом регионе она разная. А очередность посевов это вот те сорта, вот я сейчас вам выложила все-все-все сорта и объясню. Те сорта, список сортов, какие именно нам нужно посеять в первую очередь, а какую оставить на потом, чтобы получить более качественную рассаду. И объясню, почему нельзя, например, скороспелые сорта сеять в ранние сроки. Эта тема такая же сложная и запутанная, как с томатами, чтобы в ней разобраться до конца, действительно, некоторым садоводам понадобится по несколько лет. Я, конечно, постараюсь теорию объяснить, но, опять же, повторюсь, что если вы пока не примените все это на практике, не испытаете, эта информация вряд ли закрепится в вашем сознании, и нужно обязательно все-все попробовать на своем опыте. И так же, как в томатах, здесь есть и свои правила, и исключения. И сейчас многие опять будут говорить, что я говорю одно, что сейте вот сначала эти, потом эти, потом эти, а делаю на практике, делаю другое. Но я еще раз говорю, что эта тема запутанная, и каждый делает по-своему. Вот у этой очередности посевов есть свои правила. Я сначала расскажу правила, потом расскажу вторую часть, как можно делать это, ну, как можно нарушать правила в своих интересах. И в самом конце расскажу, как сею именно я. Вот правила посева – это рекомендации, которые нам дают специалисты растеневоды. Они испытания проводят на протяжении многих-многих лет, даже десятилетий, и у них вот эти, формируются эти правила на основании вот этих опытов. Они знают, какой сорт нужно сеять в первую очередь, какой во вторую. Все они выводят вот эти вегетационные периоды, они наблюдают за ними. И вот по этим правилам, все-таки, сеять мы должны начинать с тех сортов, у которых самый длительный вегетационный период. Вот если мы возьмем, я перед этим вам описывала, какой вот факир, у него всего 90 дней, 90 дней. Значит, мы его отложить должны в сторону, а взять те, у которых, вот написано, 115-126 дней. Потому что, если мы его не посеем в первую очередь, он у вас не вызреет. Особенно вот у нас в Сибирском регионе, у нас лето короткое, если мы, как сказать, в последнюю очередь его посеем, он до заморозков, так зеленый и останется. Но это у нас правило. Но вот так же, как и на томатах, из всех правил есть исключения. Если по правилам, вот как я сказала, мы должны сеять поздние, потом уже средние и потом уже самые скороспелые, то для получения ранней продукции, если вы выбрали какой-то определенный сорт или два сорта, например, все-таки понравилась вам не галатея, а факир, вы можете сделать себе исключение. И тот сорт, который вы выбрали, у вас может получить право первоочередного посева. Но, делая это, вы знаете, что вы всегда рискуете, потому что этот вот перец факир, у него короткий вегетационный период, рассада может перерасти, он начнет плодоносить у вас прям в стаканчиках или в лотке, это испортит качество рассады и снизит весь урожай в общем. Вот про правила я вам сказала, про исключения сказала, когда вы делаете исключения, но кроме правил и кроме этих исключений, каждый из нас может, имеет право внести свои коррективы в эти правила и во все, может все поменять местами на свой страх и риск. Это уже называется эксперимент. Вот я так делаю часто, я люблю экспериментировать, но я знаю, что занимаясь вот такими экспериментами, я всегда рискую и могу получить результат худший, чем я буду делать по правилам. Но это мое право, я хозяйка на своем участке, я хочу все узнать, все попробовать, все испытать. Но это личное дело каждого. Вот новичкам я все-таки советую действовать первые годы по правилам. Вот как нам растения и воды рекомендуют сначала поздние сорта, потом средние, потом ранние. Вот теперь о самой очередности. В прошлом году я снимала видео, и сколько бы видео действительно не снимал, ни я там, ни другие видеоблогеры, все равно для многих вот эта очередность, ну еще непонятно. Я сейчас еще раз прям по полочкам расскажу, как, с чего, с каких сортов мы начинаем посев перцев. Вся очередность напрямую зависит от сорта перца. Все они делятся по срокам созревания. Есть прям скороспелые, есть потом, вот, ранние, среднеспелые, среднеранние. Очень-очень-очень много подразделений на всякие группы, подгруппы. Все это вы можете прочитать на пачке. Тут написано этим, именно срок от всходов до плодоношения. И вот по этим срокам вы разделяете, у кого самый большой срок откладываете, потом средний, потом меньший срок, и дойдете до самых скороспелых, у которых 80-90 дней. И вот, когда вы это все разложите, вот, например, увидите, что Галатея и Факир, раз уж я их брала, у них очень разнятся сроки вегетационные. Тут мы, 115-126, но две цифры, не буду вам голову морочить. Вот 126 дней и 90 дней. И сразу видно, что они изначально уже, ну как, у них не одинаковые условия. Ясно, что этому надо мало совсем времени, это много. И разница у них большая в один месяц. Это значит, что если мы посеем их в один день, в один срок, то что получится? Этот вырастет очень рано. И когда он вырастет через 3 месяца, у вас не будет возможности его куда-то, как, что ему плодоносить. В это время у нас, вот, например, еще холодно в Сибири. А первый, вот этот вот, если высадить вместе с тем, в традиционные сроки он не дозреет. Значит, их надо обязательно разделять по срокам. Я не знаю, ну как, понятно я говорю или непонятно, но все это, конечно, лучше бы самому, каждому все испытывать. Запомните только одно, что сорта с разными сроками созревания никогда не сейте в один день. У вас пострадает или один, или другой. Если будет хорошо этому сорту, значит, будет плохо вот этому сорту. Если угодите этому сорту, значит, вы ущемите вот этот сорт. Все. И опять же, про ранние, вот эти про суперранние. Многих путает, я уже про томаты говорила. Написано вот ранний, раннеспелый. Но ранний, он не по сроку посева, он по созреванию. Если на нем написано, что ранний, раннеспелый, это не значит, что его нужно сеять рано. Тут схема работает все наоборот. У которых самый-самый короткий срок созревания, их можно оставить на вторую очередь. Сначала мы вот будем высевать тех, у кого длительный срок, у кого такие крупные массивные плоды, кому для созревания нужно очень-очень и очень много времени. Четыре месяца, даже больше четырех месяцев есть сроки у перцев. Вот такой, чтобы 300-400 граммовый перец толстостенный и сформировался, и созрел, нужно очень-очень много времени. Ясно, что вместе с факиром мы сеять его не будем. Все, я сейчас подытожу. Я говорила очень много, не знаю, дойдет, ну как, уложится у вас это, по полочкам разложится или нет. Вот я сейчас рассказала, как рекомендуют специалисты. В самый ранний срок мы сеем самые позднеспелые перцы. Ну и если вы хотите какой-то перец, ну как, про исключение, если вы какой-то перец хотите выбрать для получения раннего урожая, то можете выбрать и не обязательно позднеспелый, можете выбрать среднеспелый. Но только я вам посоветовала бы в первые годы самые скороспелые перцы в первую очередь не садить. У меня уже был горький опыт, они перерастают, как я уже говорила. У них уже формируется полностью плод в стаканчики. Там не хватает питательных веществ, плоды некоторые опадают, некоторые даже цветочки с маленькими завязями опадают. Все, во время этого мы теряем урожайность. Урожайность будет намного меньше, чем мы его посадим вот в определенные для него сроки. Я сейчас вот посеяла позавчера, но посеяла именно вот такие перцы. Вот Патриция, Гладиатор, те, которые не скороспелые. У меня есть с более ранними сроками. Вот у меня Винни-Пух, я его оставила. Это карликовый сорт, я его буду сеять в самую последнюю очередь. У меня есть Венти, вот прекрасный скороспелый сорт, в том году дал хороший урожай. Я его тоже оставила на последнюю очередь, потому что они, вот тоже 90 дней, ранний сорт. Я его не буду мучить ранними посевами, я его сеять буду в средине февраля вместе с другими скороспелками. Все, вот это самое главное, что я до вас хочу донести, что все-таки правило есть. Сначала с большим, с длинным сроком, потом со средним, потом скороспелки. Но вы можете делать, если для получения раннего урожая, вы можете не обязательно поздний посеять, можете посеять какой-нибудь со средним сроком, вот как я и делаю. И вот потом многие говорят, что вы рассказываете одно, а делаете совсем другое. Но это мои исключения из правил, которые я делаю на свой страх и риск. И я сама за это отвечаю. Каждый выбирает самостоятельно свои сроки и свои методы, как вы будете действовать, по правилам, или вы будете свои какие-то устанавливать порядки. Но самое главное, что я хочу до вас донести, для получения крепкой и здоровой рассады, все-таки необходимо соблюдать рекомендации специалистов и следовать вот этой очередности. Скороспелки без очереди не пускайте вперед, все-таки сначала у нас поздние. И вот эта очередность посевов, она в отличие от сроков посевов, не зависит от регионов. У каждого региона такая очередность. Хоть вы живете в теплых странах, хоть вы живете здесь, мы всегда сначала высеваем те, которым дольше надо, а потом те, которым меньше. Скороспелки чуть позже. Все. Исключения могут быть для теплиц. Вот сейчас у кого есть теплицы, они уже начинают сеять, кто-то уже посеял. И для того, чтобы вырастить в теплице перец, конечно, вы выбираете тот, который вам нравится. Тот не обязательно поздний или какой-то. Но еще раз говорю, что скороспелый сорт, он и так, он сам по себе очень быстро формирует куст, формирует это. Вот для получения раннего урожая он хорош, но ранние посевы лучше все-таки его отодвинуть немножко. Сейчас можно сеять крупноплодные, такие нормальные перцы, не карликовые, не с укороченным вегетационным периодом. Все. С вами была Ольга Чернова и моя вот эта огородная азбука. Я постаралась, как смогла, от всей души рассказать вам, от чего это зависит. Вот эта очередность, она очень влияет на количество урожая. Вот на эти, на все законы, которые... Если будете соблюдать очередность, все у вас вызреет в свой срок, и урожай будет очень хороший. Но все-таки экспериментируйте. Может быть, вы найдете, как в результате своих экспериментов, такой сорт и такой способ выращивания, который будет для вас удобнее. Все. До свидания. Желаю всем хороших урожаев, удачных посевов. Смотрите. Смотрите. Смотрите.